Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный салат из зелёных помидор по-корейски. По осени всегда остаётся немного несозревших помидор, не пропадать же добру. Часть из них я уже заквасила, рецепт можно посмотреть нажав на подсказку, а также ссылка есть в описании под видео. Тоже очень вкусно! На корейский салат можно сказать моё самое любимое блюдо из зелёных помидор. Его я делаю всегда в обязательном порядке. Очень вкусно! Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берём морковку и натираем её на тёрке для корейской моркови. Затем режем кружочками помидоры. Подойдут не только зелёные плоды, но и бурые. Главное, чтобы они были твёрдыми и внутри не было пустот. Порезанные помидоры перекладываем в миску с морковкой. Дальше измельчаем укроп и петрушку. Отправляем их также в миску с овощами. Хорошо перемешиваем. По центру делаем углубление и выдавливаем на него чеснок. Отставляем пока наши помидоры в сторону и займёмся подготовкой оставшихся ингредиентов. Лук нарезаем полукольцами. Острый перец режем тонкой соломкой. Если вы не являетесь сторонником острых блюд, семена из перца можно удалить. Теперь разогреваем сковороду, вливаем в неё подсолнечное масло. Высыпаем туда лук и жарим его до мягкости. Время от времени перемешиваем, чтобы лук обжарился со всех сторон равномерно. Затем добавляем острый перец. Жарим буквально 1 минуту. Посыпаем всё молотым кориандром, перемешиваем. Выдерживаем ещё минуту, чтобы лучше раскрылся аромат. Выливаем раскалённое ароматное масло с луком прямо на чеснок. Добавляем соль, сахар, уксус и хорошо перемешиваем. Берём тарелку подходящего размера, переворачиваем её на салат. Сверху ставим груз. У меня это литровая банка с водой. И отправляем полученную конструкцию в холодильник на сутки. За это время наш салат несколько раз перемешиваем, чтобы все помидорчики промариновались равномерно. Вот и всё! Вкуснейшие зелёные помидоры по-корейски готовы! Можно подавать к столу. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Хранить такой салат можно в холодильнике. Для этого перекладываем его в лоток и закрываем крышкой. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...